Депутаты Калининградской областной думы отметили работников компании «Автотор». Сотрудники предприятия занимались строительством физкультурно-оздоровительного комплекса «Автотор-Арена» и благоустройством территории возле ФОКа. Среди машиностроителей оказалось и много различных умельцев. Подробности у Константина Морозова. Благодарственные письма от председателя областной думы Марины Аргеевой получают сотрудники предприятия «Автотор». Они доказали, что умеют не только высококачественно выпускать машины мировых брендов. Чтобы сохранить коллектив при снижении объемов производства во время пандемии, компания перевела часть сотрудника с конвейера на строительство «Автотор-Арены» с полным сохранением зарплаты. Занимались плоскостными сооружениями, спортивные площадки, автостоянки, площадки для баскетбола, футбола, мини-футбола, скейт-парк, площадка под теннисный корт. Работники «Автотора» сильны не только в автомобильной сфере, но и также неплохо справляются в строительстве. Благоустройство парка возле «Автотор-Арены» — это дело рук машиностроителей. Среди сотрудников оказалось немало волонтеров, которые просто хотели украсить свой микрорайон. В свободное от работы время после трудового дня мы с удовольствием облагораживали клумбы, садили растения, бревна, притаскивали камни, украшали бужевыми коровками. Это было очень интересно. Благодарственными письмами были награждены 34 работника компании «Автотор», которая показала пример высокой социальной ответственности. Уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс «Автотор-Арена» был построен по инициативе и на средства компании для работников завода и всех жителей региона. Чем «Автотор», наверное, отличается от предприятий тем, что это и коммерческое предприятие, и социально ответственное. Поэтому мне очень хочется, чтобы ФОК был заполненным и работниками «Автотора», жителями микрорайона, жителями города. В планах компании «Автотор» сформировать собственную баскетбольную команду, а также расширить парк, для чего будут проложены новые пешеходные дорожки, установлены скамейки, детские игровые площадки и дополнена экспозиция военной техники. Константин Морозов, Евгений Налабордин, Вести Калининград.